Каждое утро железнодорожные станции заполняются потоками спешащих пассажиров. Режим работы в эти часы по минутам отработан годами. Но есть и некие обходные маршруты, как этот служебный проход для сотрудников ремонтных служб. Хотя пользуются им не только они. Это проход для зайцев. Да, немало желающих попасть на платформу прямо по железнодорожным путям. От такой прыти даже сотрудники линейного отдела полиции в недоумении. Возраст не помеха. Можно и с молодыми посоревноваться на перегонки. А молодые тоже ничего в этом не видят особенного. Как, например, пассажир Данила. Хотя он уверяет, что прыгает с платформы на платформу только в исключительных случаях. Ну и только если опаздываю куда-то, так в основном. Если вот вижу, что электричка уже подошла, и не получится через турникет пройти как положено. А я спешу сильно, и поэтому я аккуратно все делаю. Я же не просто так безраздумно прыгаю. Многие не догадываются, что совершают административное нарушение. Этот плакатик напоминает об этом. Но штраф тоже предусмотрен за такой поиск удобного для себя пути. Ну как может быть удобнее вспрыгнуть с платформы? Во-первых, высота. Во-первых, безопасность личная. Здесь ходят поезда. Электрички постоянно. Вы сами видите, вот мы стоим, да, минуты две-три электричка идет. Как это может быть удобнее? Не видно электричку одну за другой. Кроме риска для личной безопасности, есть еще риск и для самого транспорта. Машинист видит, да, машинист тормозит. Они видят, если на путях находится посторонний человек, да, любой человек, они подают сигналы. Если на сигналы человек не реагирует, они обязаны остановиться. Но машинист может увидеть человека на путях слишком поздно. Особенно, если на пути выходит столько спешащих. Это действительно вмешательство в безопасную работу железнодорожного транспорта. Потому что есть как административное, так и уголовная ответственность за вмешательство в работу транспорта. При выявлении правонарушений гражданин, который нарушил, доставляется в линейный отдел полиции. На гражданина составляется протокол об административном правонарушении в соответствии с статьей, которую нарушил. Это тоже надо помнить любителям перебежек по станционным путям. Железная дорога – место повышенной опасности. На помощь могут прийти и современные технологии. Возможно, кого-то они предостерегут. Например, это приложение, которое так и называется «Берегись поезда». Любой человек может скачать это приложение. И также родители будут знать, где находятся их дети, что они приближаются в зону повышенной опасности. Раздаются такие звуковые сигналы, когда человек находится в наушниках, в зоне повышенной опасности, слушая музыку. Прерывается музыка, раздаются шумы. Что и говорить, такой сигнал не мешает установить на свой телефон очень многим. Пускай он почаще напоминает, что хождений по станционным путям не должно быть. Сергей Берзин, Олег Степанов, Первый, Мытищинский.